друзья мои всем привет с вами татьяна я психолог специалист по работе с тревожностью депрессии и детской травмы простыми словами ко мне приходят люди когда у них болит не только что-то конкретно но болит вообще в целом вся жизнь и не очень понятно что с этим делать и прошлый раз мы с вами говорили про тему внутреннего ребенка что если вы чувствуете очень много внутреннего напряжения вы постоянно срываетесь кричите или наоборот бесконечно болеете и чувствуете что вам дискомфортно в собственной жизни но даже не знаете как к этому подойти что вообще с этим делать то в первую очередь нам нужно поговорить про внутреннего ребенка почему про внутреннего ребенка наша психика она устроена по принципу матрешки каждый момент времени внутри нас есть весь вот этот предыдущий прошлый опыт который мы уже проживали есть мы пять минут назад час назад день назад две недели назад год назад десять лет назад двадцать лет назад и так далее до самого 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 маленького возраста и мы можем ну как бы использовать как метафору то что когда с нами что-то происходит и оно огромное а мы маленькие то наши взрослой части там как будто нету но есть вот это вот маленькая детская которая не знает как справляться и поэтому она справляется теми доступными способами которые у нее есть плачет болеет кричит капризничает и хочет на ручке и сегодня я хочу отдельно поговорить о том как мы можем позаботиться вазово вот об этой детской части чтобы она была хорошем добром расположении духа в прекрасном здравии и вообще в целом открыто к исследованию мира и творчеству нежели проживала это из состояния выживания а дело в том что очень часто наш детский опыт предполагал выживание если у нас были родители которые не могли нам дать достаточно эмоциональной поддержки а иногда и в прямом смысле физической безопасности потому что мама с папой ругались или папа это может быть даже бил маму и ребенок наблюдая все это не может просто взять встать и выйти куда-то он находится внутри своей семейной системы и выйти из нее некуда и тогда психика делает ну такое это да 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 немножечко магии что ребенок находясь во всем этом способен выживать потому что сверху у него надстраиваются различные защитные стратегии которые позволяют ну как-то ему в этом быть и вот очень часто мы выра вырастая в этом становясь взрослыми все эти стратегии повторяем но уже сами с собой и здесь история не про то чтобы обвинить своих родителей как говорит моя коллега в этой жизни нет виноватых одни пострадавшие а в том чтобы заметить что у меня этого не было и теперь я с собой делаю то же самое то же самое это что значит не умею себя поддерживать не умею о себе заботиться не умею себе помогать умею к себе сочувствием относиться сегодня мы с вами поговорим а как же собственно о себе можно заботиться и в первую очередь я хочу поговорить про физическую заботу потому что мне кажется это все-таки основа потому что мы существа очень материальные живущие вот в этом физическом человеческом теле очень многое у нас будет зависеть от того как мы в целом себя чувствуем и как наше тело функционирует представьте себе такую ситуацию вы взяли ребенка большой торговый центр и ваш ребенок очень рано встал с утра плохо поел потом в торговом центре съел мороженое сладкую вату то есть получил такую большую интенсивную дозу сахара вокруг все мигает есть игрушки которые с витрины манит и говорит купи меня купи меня тут аттракционы тут музыка тут много людей что происходит в этот момент с нервной системы ребенка при всех прочих равных нервная система с таким стрессом в принципе должна она как бы справляться и даже мы взрослые возвращаясь из какого-нибудь там большого шоппинг-центра чувствую небольшую усталость но в целом мы можем это как бы переварить дать себе время отдохнуть и так далее а теперь представьте что ребенок не выспался не поел нормально и в целом он в не очень хорошем настроении и вот этот стресс который он получает он ну как бы запускает вот эти внутренние процессы когда ребенку нужно это скопившиеся внутри напряжение которую может быть еще даже не осознает скинуть и наверняка вы знаете что если в целом малыша покормить если он поспал если он хорошем настроении то он гораздо легче справляется с какими-то как повседневными так и более стрессовыми ситуациями вот точно так же и у нас если вы постоянно чувствуете себя на грани что у вас вот 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 прям слезы подступают глаза либо вы наоборот злитесь и вам кажется вам сейчас что-нибудь такое скажут вы дадите в ответ это значит что ваша нервная система находится в перенапряжении как можно этому помочь мы будем говорить в отдельном видео об этом мы поговорим как это можно предупредить очень часто я замечаю своих клиентов что у них нет навыка простой базовой заботы о себе то есть проще говоря они вот этого своего внутреннего ребенка во первых не замечают не кормят вовремя не дают ему отдохнуть не дают ему ну как-то переварить информацию не берут на ручки не поддерживают не укладывают во время спать и в в итоге у них очень уставший ввинченный ребенок внутри который очень интенсивно реагирует на все входящие сигналы с чего же мы можем начать для того чтобы было проще я буду использовать такую табличку первое про что мы поговорим это про сон сначала давайте обсудим такую штуку я знаю что сейчас в современном мире достаточно сложно бывает уложить себя спать по многим причинам из-за того что слишком много входящей информации из-за того что ты в кровать лег тело свое положил а голова продолжает что-то там переваривать из-за того что нарушена гигиена сна неудобная кровать неудобная подушка непроветренная комната нету какого-то ритуала ухода на сон и так далее и сон нарушается если мы не можем полноценно спать мы не можем в том числе полноценно восстанавливаться вообще тема сна она довольно глубокая и хорошо бы про нее говорить отдельно вот прям с вопросами но я пока расскажу несколько базовых таких базовых вещей которые я чаще всего замечаю штука первая кстати вы можете это применять не только к себе но и к своим реальным детям потому что запомните такую фразу у нас детей столько сколько есть плюс один если у вас нет детей у вас все равно есть один ребенок это ваш внутренний ребенок он всегда с вами и вам нужно помнить про это если у вас двое трое детей то соответственно у вас на одного больше и значит у вас их три или четыре потому что помимо своих собственных реальных детей вам нужно в том числе заботиться о своем внутреннем ребенке как же подойти к теме сна очень часто я замечаю о том что у многих нет ритуала который бы помог психике и телу подготовиться к тому что сейчас будет расслабление отход ко сну как часто это бывает ну или то что я наблюдаю и то что мне рассказывают целый день куда-то бежишь то что ты делаешь значит белье повесила посуду помыла с ребенком уроки сделала на работе уложила ребенка легла на диван и хочется повтыкать в сериал хочется что-то такое для себя для себя пожить рынка вы видели этот мем где такая женщина там с чипсами и бокалами вина вот с такими глазами втыкает в сериал потому что хочется немножко пожить для себя и в целом так можно делать но будет очень здорово если даже после этого у вас будет планомерный какой-то ритуал отхода ко сну что это может быть расскажу на примере ребенка реальному если вы хотите ребенка уложить например в девять вечера то хорошо бы готовиться ко сну за примерно полтора часа и отдельно мы с вами поговорим сегодня немножко про ритмы сна примерно за полтора часа хорошо бы начать готовиться с чего это может начинаться притушить цвет заранее сказать ребенку что мы скоро будем готовиться к отходу ко сну и дать ему какое-то дополнительное время на то чтобы завершить какие-то все свои дела когда вы даете себе команду и говорите мы скоро пойдем спать у тебя есть еще 10-15 минут чтобы 10-15 минут чтобы завершить свою игру собрать игрушки и так далее и и потом хорошо бы чтобы этот ритуал чтобы этот ритуал для ребенка повторялся и допустим после вот этого завершения вы отправляете ребенка в душ чистить зубы потом возможно читаете ему книгу потом поете колыбельную и и уходите и уходите то есть нервная система запоминает это как некоторую последовательность которая ведет к засыпанию и к расслаблению весь смысл вот этого ритуала он в том чтобы подвести себя к расслаблению то есть этот ритуал в том числе еще должен быть приятный очень часто мамы жалуются на своих детей говорит вот ребенок не хочет идти спать очень часто сложность будет в том что в этот момент мама сама находится в очень сильном напряжении и рядом с ней ребенок реагируя на ее состояние тоже я здесь имею ввиду все-таки довольно маленьких детей может быть там лет до восьми ребенок тоже находится во внутренне взвенчанном состоянии то есть задача у взрослого в том числе себя немножечко успокоить какими техниками это можно будет сделать тоже буду рассказывать в отдельном видео но сам смысл в том что когда мы как будто немножечко замедляемся погружаемся внутрь себя делаем такой комфортный вдох и выдох так как будто так как будто немножко вот наземляясь загружаясь внутри себя внутри тела то и ребенку рядом с такой мамой намного легче успокаиваться то же самое мы можем делать для себя это когда вы заранее знаете во сколько вам примерно нужно лечь в кровать это не значит что ровно в одиннадцать по звонку будильника вы должны но это означает что например к одиннадцати часам вы знаете что за полтора часа вам нужно начать готовиться то есть примерно в девять тридцать вы должны завершать все свои дела потом возможно у вас будет какое-то время принять душ сделать свою какую-то рутину может быть почитать книгу вы можете понаблюдать сколько времени вам нужно но мой довольно большой опыт до этого я долгое время работала тренером и специалистом по осознанному питанию помогая людям с проблемами с пищевым поведением поэтому мой опыт он не ограничивается только работой психолога но он еще включает вот эту большую довольную работу тренера поэтому в целом получается не знаю очень много лет с 2000 наверное какого пятого с 2005 года то есть уже почти 20 лет я занимаюсь темой питание контакта с собой помощи в том чтобы можно было лучше о себе заботиться лучше себя чувствовать и вот этот мой опыт подсказывает что вот примерно полтора часа нам нужно для того чтобы комфортно все завершить никуда не торопиться сделать все какие-то такие вот базовые шаги примерно полтора часа если у вас будет случиться быстрее ну как бы отлично но в целом почему еще полтора часа потому что у нас есть некоторые внутренние ритмы вот теперь переходим во вторую часть и после того как я вам рассказала про то что нам обязательно нужны ритуалы перед сном некоторая последовательная система которая будет нас вести от точки где мы активно включены в точку где мы достаточно расслаблены для того чтобы лечь в кровать закрыть глаза в английском это называется drift away да погрузиться в сон вторая штука про которую я хочу вам рассказать это ритмы поскольку мы люди очень цикличны очень цикличны вообще в целом потому что смотрите у нас есть женский цикл который регулярно повторяется у нас есть цикл года потому что то что мы например едим зимой или то как строится наш день зимой может очень сильно отличаться от лета особенно если вы живете не где-то там рядом с экватором где плюс минус все время одинаковая ну в общем немножко немножко цикл там отличается по длине а живете где-нибудь в европейской части или наоборот как я живете с другой стороны земного шара вы наверняка замечаете вот эту смену сезона и эта смена сезона она на нас очень сильно влияет мы не можем есть зимой то же самое что мы едим летом по одной простой причине зимой холодно и наше тело просит например более какой-то теплой согревающей пищи есть зимой холодный салат как минимум невкусно а во-вторых не всегда он еще и хорошо усваивается вот точно так же у нас есть дневные циклы утро день вечер ночь и хорошо бы нам эти свои циклы во-первых знать а во-вторых их поддерживать и ну как будто ехать на этой волне а не грести против нее давайте сейчас поговорим про циклы смотрите вот у нас есть наше дневное время и потом мы переходим в сон когда мы проснулись вот здесь у нас начинает потихонечку подниматься энергия потом она ну переходит такой небольшой плата чуть-чуть снижается потом появляется следующий цикл опять энергия поднимается плата немножко снижается потом у нас еще один цикл идет и потом мы постепенно как бы снижаемся и готовы идти ко сну обычно в течение дня у нас происходит примерно 3-4-5 циклов это хорошо разделить например так вот у нас есть утренний цикл то что я делаю с момента когда я проснулась до примерно обеда очень нормально то что вот он обед вы начинаете ощущать снижение энергии усталость голод вы поели передохнули и уровень энергии пошел наверх я немножко не точно высоту нарисовала но это вообще отдельная тема разговора может быть в следующий раз после обеда еще один подъем энергии мы продуктивные мы можем что-то делать вообще ну давайте я сейчас все-таки правильно нарисую все-таки по моему ощущению обычно первый подъем он побольше второй поменьше третий как бы еще поменьше потом снова у нас небольшое снижение энергии это время обычно когда нам хочется на полдник помните в детском садике был полдник нам хочется может быть попить чаю с конфеткой что-то такое что энергия снижается нам в этом месте просто нужен еще один такой буст энергии где-то вот ну здесь вот мы там ужинаем у нас еще есть небольшой такой маленький подъем энергии и дальше мы уже скорее всего будем будем отходить ко сну но глобально у нас таких вот три как бы больших отрезка дня которые мы можем действовать то же самое касается ночного сна то есть когда мы засыпаем у нас мы не сразу ну как бы проваливаемся в сон а у нас сначала такое небольшое засыпание потом мы немножечко как будто выныриваем из сна потом засыпаем глубже потом чуть-чуть выныриваем да вот оно такое вот немножко все волнами идет так что же вот про этот цикл если у вас есть нарушение биоритмов то бывает так что вы с утра встали в плохом состоянии сил нет ничего нет ничего не хочется вы выпили парочку чашек кофе получили вот эту свою дозу энергии причем не своей а кофеина который просто стимулирует вашу систему потом к вечеру вы чувствуете усталость но уснуть не можете потому что нервная система находится в перенапряжении она в возбужденном состоянии вы полночи колобродите читаете или зависаете в телефоне в три часа ночи условно откладываете телефон спите в семь у вас будет будильник и вы думаете блин опять начался новый день ну что ж такое вот эту штуку можно перестроить можно постепенно ее перестроить если вам интересно напишите пожалуйста в комментариях и может быть мы сделаем какую-то отдельную прям встречу типа ответ вопрос и на ней поговорим отдельно про сон но на что я здесь просто хочу обратить внимание то что нам очень важно следить за вот этими своими ритмами и например зная что вот сейчас время обеда и у вас будет снижение энергии у вашего внутреннего ребенка будет снижение энергии хорошо чтобы вы примерно планировали ага мне наверное нужно будет где-то себя покормить если вы не дома или а ну наверное вот у меня сейчас будет подъем энергии я могу что-то активно поделать то есть просто быть aware да то есть осознанным на тему того что у вас есть вот эти циклы оно в целом уже очень помогает теперь давайте пойдем дальше и поговорим чуть-чуть пока да у меня есть задача ну такими очень крупными мазками рассказать про то как мы можем вообще в целом позаботиться о своем внутреннем ребенке так первое это подумать если у вас ритуал для сна который вам будет помогать уходить в сон потому что все остальные рекомендации на тему того что хорошо бы там ложиться и вставать в одно и то же время что нам нужен там семичасовой сон проветривать помещение наверняка вы знаете и когда я буду делать лекцию про сон я отдельно про это расскажу пока просто вот скажу то что мало кто знает и мало кто использует почему-то хотя это очень важно и это ритуал на сон и второе это отслеживание своих биоритмов попробуйте просто понаблюдать как у вас движение энергии в течение дня где у вас подъемы а где у вас спад и в каком состоянии вы просыпаетесь с утра и в каком состоянии вы приходите к вечеру потому что если вы например в десять вечера хотели спать но пропустили вот это окно где у вас было вы хотели спать вот здесь десять вечера вы хотели спать вы пропустили это время вы проколопались чем-то и у вас энергия немножко пошла наверх и все и вы уже не хотите спать скорее всего для засыпания вам придется немножечко здесь по времени подождать просто чтобы вы зашли в следующий цикл где у вас снижение энергии где вы легче отойдете ко сну поэтому наблюдайте за своими биоритмами теперь второе первое это сон второе это питание какую основную проблему я вижу то что люди себя не кормят особенно если девушки хотят похудеть они говорят ой мне там надо у меня там бока мне надо худеть обязательно и они начинают еще сильнее сокращать калорийность рациона потом в какой-то момент этого напряжения становится невозможно выдерживать происходит срыв тортики пиццы еще что-то переедание и тело попадает в такие качели где сначала ничего нет и диета а потом переедание а потом снова диета и начинает вес еще активнее запасать потому что фиг его знает что хозяйка снова придумают вдруг опять не покормят поэтому когда мы говорим про питание сейчас скажу несколько важных аспектов первое это то что важно себя полноценно кормить и полноценно это значит достаточно большими порциями чтобы вы наелись и по моему опыту работой наверное уже к этому моменту тысячами девушек с темой нарушения пищевого поведения основная сложность в том что человек смотрит на вот эту порцию и говорит нет я это есть это очень много я же буду толстой и это ключевая ошибка потому что когда мы полноценно поели полноценно себя регулярно кормим то наше тело знает что вы о нем заботитесь вы о нем помните и вы его покормите когда это будет необходимо поэтому что бы я отнесла к такому вот полноценному питанию первое это посмотреть достаточно ли у вас в рационе белка к сожалению очень часто я вижу как питание очень скудное булочка с утра или какой-нибудь там бутербродик с кофе или еще хуже кофе сигарета на обед может быть какое-нибудь что-то человек может быть перекусывает такое не знаю вышел лапшу какую-нибудь взял себе потом пришел вечером поужинал что осталось в холодильнике то есть нету полноценного приема пищи который бы входил какой-то белок если вы вегетарианцы ну соответственно какая-то порция вегетарианского белка может какие-то зернобобовые крупы орехи если вы едите мясо то курица рыба говядина баранина свинина если вы любите углеводы лучше конечно сложные это рис картошка рис лучше не пропаренный либо цельный не шлифованный картошка очень многие боятся картошки хотя на самом деле это очень полезная штука и она кстати помогает еще и при засыпании если например девушка сидит на какой-то очень низкоуглеводной диете иногда иногда начинаются проблемы со сном просто по одной простой причине что нам на ужин нужно какое-то небольшое количество углеводов желательно крахмалистых потому что они будут стимулировать выработку помогать вернее так не стимулировать а помогать стимуляции выработки мелатонина в нашем организме который нам будет помогать засыпать и достаточное количество хороших полезных жиров это могут быть масла нерафинированные чистые это могут быть орехи это могут быть авокадо это может быть жирная рыба это может быть например сметана или какие-то сыры если вы любите это в общем тема питания она огромная но ключевой посыл здесь будет про то что нам очень важна полноценная достаточно большая порция чтобы вы наелись и чтобы ваш организм регулярно получал еду досата потому что в какой-то момент когда вы будете регулярно себя кормить и замечать свой голод вы обнаружите что вам уже не хочется переедать потому что и вам уже меньше гораздо хочется сладкого по одной простой причине ваше тело получает достаточное количество энергии и достаточное количество питательных веществ для того чтобы полноценно функционировать третий пункт который я хочу сказать про питание питание должно быть вкусным вкусным это не обязательно значит ну какой-то там фастфуд сладости и так далее нет из полноценного питания цельного да то есть из продуктов не полуфабрикатов а реального мяса реального там риса картошки морковки капусты то что вы готовите но оно должно быть вкусным то есть если вы не любите рыбу не надо использовать ее в качестве белка ешьте курицу ешьте говядин ешьте что-то другое если вы не любите приготовленные овощи пожалуйста либо не ешьте их либо поищите каким способом возможно вы их можете приготовить чтобы вам было вкусно мой опыт работы над рецеологом очень длительный подсказывает что люди которые например терпеть не могут какие-то там вареные такие овощи вдруг обнаруживают что овощи запеченные в духовке с оливковым маслом с солью и немножечко каких-нибудь там прованских трав потрясающий на вкус поэтому обратите внимание чтобы ваша еда она была полноценной достаточно большой то есть сытной и вкусной вот три пункта которые вам нужно помнить и третье про что я хочу здесь упомянуть это активность раньше я говорила фитнес тренировки а сейчас я хочу сказать активность потому что неважно будете ли вы просто ходить гулять будете ли вы заниматься йогой будете ли вы ходить на танцы это неважно но нашему телу для того чтобы во-первых снять скопившееся в нем напряжение для того чтобы оно полноценно функционировало чтобы ваши суставы чтобы ваши мышцы ну то есть чтобы ваше тело было живым и подвижным нам нужно двигаться потому что все что мы не используем оно отмирает и когда мы говорим про какую-то активность у меня снова здесь есть несколько ну как бы ключевых посылов которые я бы хотела упомянуть первое это начинайте с небольшого и делайте столько сколько возможно бывают дни когда например очень не хочется тренироваться но можно тогда делать столько сколько возможно бывает что я не хочу идти в зал на тренировку и тогда я спрашиваю себя что я могла бы и хотела бы сегодня сделать в качестве своей активности и может быть это будет растяжка может быть это будет какой-то небольшой комплекс из йоги если вы вам что-то не подходит не нравится а у нас просто есть очень много факторов которые на нас влияют попробуйте просто заменить это но сохраняя у себя какую-то хотя бы небольшую ежедневную активность точно так же и дети которые постоянно сидят дома либо в школе у них в теле очень много напряжения из-за этого они могут становиться капризными плохо себя вести почему а потому что энергия скапливается в теле и нужно куда-то выйти выходит она в том числе и через движение второй посыл который бы я хотела дать в теме тренировок это наверное обращайте внимание на свое тело я часто вижу в спортзале когда люди ходят гордорожки смотрят в телефон или занимаются на тренажерах и при этом у них не какая-то фоновая музыка играет они например какую-то лекцию слушают то есть головой человек находится в одном месте а телом в другом я не говорю про то что это плохо я говорю про то что нам нужно хотя бы какое-то небольшое количество времени в день когда вы будете в контакте со своим телом будете загружаться в свое тело и это наверное тоже будет темой для отдельного видео но просто запомните эту метафору загрузиться в свое тело обратить внимание на свое тело хотела еще сказать что-то третье но мне кажется я упустила эту мысль и забыла ну что на этом мы тогда сами заканчиваем вот доводя итог скажу такое если вы хотите в целом чтобы вы хорошо себя чувствовали вам нужно чтобы вот ваше чувствилище а ваше тело это как раз то через что вы чувствуете было в хорошем состоянии а для этого вам нужно тех обслуживание то есть регулярно эту машину мыть заправлять и ремонтировать и делается это у нас через сон через питание и через физическую активность надеюсь это видео вам было полезно если у вас есть какие-то вопросы или у вас есть запросы про что еще вы хотите чтобы я рассказала например подробнее про сон или подробнее про питание или подробнее про тренировки пожалуйста задавайте их в комментариях я буду очень рада на этом я с вами прощаюсь спасибо и пока спасибо и